Сбить темп, это очень важно. Но предупреждающий жест сделал в адреса Кенфеева английский арбитр. Но увлекаться этим не стоит, вы правы. Тем временем Тальбен Хаим, центральный защитник сборной Израиля, ушел за кромку поля, ему оказывают помощь. Израиль тоже использовал две замены. Хороший перевод Денисова. Денисов перевел на Файзульна. Файзуль по центру. Великолепная комбинация. Все четко, нет положения вне игры. Великолепная, такая размашистая комбинация. Александр Кержаков забивает свой второй мяч в сегодняшнем матче. Александр Кержаков. Все здорово разыграли, ребята. Просто здорово. Как из учебника футбольного. Передача во фланг. То есть она перевели игру на противоположный фланг, где было пространство. И великолепная передача. Ну, исполнил Саша. Тоже очень здорово. Смотрите, как Денисов на Файзулина. Ну, вот такой зенитовский треугольник. Да, и Кержаков забивает. И вы знаете, что это индивидуально значит для Кержакова. Что это он в этом матче забил и 20-й гол, и 21-й гол за сборную. И догнал, мягушим, Романа Павлюченко. Оба они отстают, конечно, от Владимира Бесчастных, лидера. 26 мячей. Но вот такая гонка. Ну, надеемся, они скоро догонят его и перегонят. Да, да. У моего собеседника Сергея Кирякова. Да, это на 64-й минуте случилось. У моего собеседника, сокомментатора Сергея Кирякова. 10 мячей за сборную России, если не ошибаюсь, за 28 матчей. Сборную России. Ну, плюс СССР и СНГФ. Все вместе, по-моему, мячей 15. Ну, да, да, да. Совершенно верно. Вот это я, то, что я сказал только за сборную России. Потому что я у ребят тоже привел статистику только за сборную России. 3-0. Отличный результат. Я думаю, что здесь просто нужно сейчас очень хорошо доиграть этот матч. Еще раз говорю, конечно же, ни в коем случае не расслабляться, не терять концентрацию. Вот особенно в таких моментах. И смотрите, какая. Казалось бы, уже нечего там делать. И все под присмотром Игнашевича. Был Бен Басат. Но и схитрился в падении. В общем-то, сделал передачу такую довольно острую. Если бы там кто-то еще был, правда, по центру. Да, нельзя расслабляться. И хотя бы, так сказать, я вот еще не говорил о тех матчах, которые выиграли в составе сборной СНГ. И сборной России. Ведь был же матч 2-2. Когда в Хайфе в 93-м году. При вашем участии. И один раз еще выиграл в 92-м году. 2-1. Два товарищеских матча.